Тихоокеанский туристский форум для многих по-настоящему долгожданное событие. Впервые он прошел в 2014 году, а это значит, что сегодняшнее открытие деловой программы ТТФ уже четвертое по счету. На сегодняшний день это одна из самых перспективных площадок для дискуссии о туристической отрасли во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основными спикерами выступят не только представители из России, но и из Китая, Республики Корея, Камбоджи, Японии и других заинтересованных в сотрудничестве с Россией в контексте туризма государств. Площадкой для форума уже традиционно стал Дальневосточный федеральный университет, а его образовательные ресурсы во всем помогают организаторам ТТФ. И сегодня то, что происходит, это происходит впервые. Это происходит первый, можно сказать, молодежный международный туристский форум. Акцент сделан на молодежь, потому что, как сказал у нас сейчас коллега из Китая, что следующее, вот буквально поколение, которое молодое, оно будет основными путешественниками, они в основном будут делать туризм. И не мудрено. Ни раз и ни два спикеры форума давали оценку своей основной целевой аудитории – активным молодым путешественникам, как качественную, так и количественную. Последнее, к слову, впечатляет. Ведь сегодня на планете Земля проживает почти 2 миллиарда молодых людей в трудоспособном возрасте. А там, где есть способность к работе, там и место отпускам, уверены эксперты. Они очень быстрые, они очень международные, они с языками, говорящие на различных языках. И поэтому вся индустрия туризма должна меняться. К слову, молодежь на открытии деловой части форума собралась не только русскоязычная. Многие из так называемых студентов по обмену с удовольствием пришли на пленарное заседание, чтобы расширить свой кругозор и, быть может, встать на шаг ближе к осуществлению своих целей. К примеру, О'Пунгу мечтает открыть у себя на родине, в Конго, собственное турагентство. Тут в школе экономика и менеджмента я на третий курс и направление у меня – это туризм. Сегодня она получает образование в России, налаживает связи и развивает свои представления о новых реалиях, в которых находится туристическая отрасль. Такие мероприятия, как ТТФ, являются для иностранной девушки и ее сверстников отличным подспорьем в этом. Пока в зале заседания участники форума обсуждают важные вопросы на повестке дня, за его пределами в стенах ДВФУ полным ходом идет строительство и разведение тематических площадок от различных стран и регионов. Кстати, с одним из первых лиц Камбоджийского королевства мы сейчас и будем общаться. Этим первым лицом из далекой Камбоджии оказался замгоссекретаря по туризму. Съемочной группе Восьмого канала удалось перехватить почетного госта форума как раз до его выступления, чтобы узнать, что он думает о перспективах туристических взаимоотношений между нашими странами. Мы установили хорошие партнерские отношения между Россией и Камбоджей. Мы отличные друзья. И мы хотели бы большего тропотока как в одну, так и в другую стороны. К слову, только в прошлом году в Камбодже побывало более 70 тысяч россиян. Весотисо надеется, что со временем туристический трафик в обе стороны станет лишь интенсивнее. К слову, вышеописанные павильоны и тематические площадки, по сути, гвозди всей турпрограммы, заработают уже 18 мая, знаменуя открытие 12-й международной туристской выставки во Владивостоке. Евгений Черемухин, Сергей Тулатеев. Новости на Восьмом.